Камень Камень Этот край поражает загадочным и гармоничным соединением несовместимого. Знакомьтесь, Республика Дагестан. Здесь климат равнин не умаляет суровости вечных льдов на пиках гор. Здесь крутые перевалы, соединяющие отдаленные уголки региона, соседствуют с международными транспортными маршрутами. Здесь филигранному возделыванию уникальной растительности не мешает добыча энергоносителей. Здесь древнейшая культура, передаваемая из поколения в поколение, обогащается научными ресурсами современного образования. Пожалуй, именно в этом, в гармонии контрастов и кроется секрет глубинного потенциала этого замечательного края – Республики Дагестан. Одна из отличительных особенностей Республики Дагестан – выгодное географическое положение. Расположенный на границе Европы и Азии, он на протяжении веков служил связующим звеном между Западом и Востоком. Сегодня этот самый крупный субъект Российской Федерации на Северном Кавказе непосредственно граничит с Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном. Это помогает России осуществлять экономическое и социально-культурное взаимодействие со многими государствами Европы, Азии и Ближнего Востока. Природа щедро одарила Дагестан полезными ископаемыми. Потенциальные запасы нефти и газоконденсата на суше и на дагестанском участке шельфа Каспийского моря составляют более 500 миллионов тонн. Запасы природного газа оцениваются в 877 миллиардов кубометров. Эффективные транспортировки углеводородов на территории Республики Дагестан способствуют не только ее выгодное географическое положение, но и развитая сеть нефти и газопроводов. В последние годы особую актуальность приобретает развитие гидроэнергетического сектора, основу которого составляют каскады гидроэлектростанций на реках Сулак и Каракайсу. В Дагестане сконцентрировано более 1 трети всех гидроэнергетических ресурсов Северного Кавказа. Потенциал их освоения не исчерпан и имеет отличные перспективы. Топливно-энергетический комплекс Дагестана – стратегический сектор экономики и приоритетное направление для инвестиций. Высокий потенциал развития промышленности Дагестана заключается в добывающем секторе. В регионе более 300 источников и 15 месторождений минеральных лечебных вод. Высокая территориальная концентрация природных ресурсов обеспечивает эффективность освоения за счет локализации сопутствующей инфраструктуры. Дагестан расположен в центре международных транспортных магистралей. Столица республики, город Махачкала – это место соединения железнодорожных, автомобильных, воздушных и трубопроводных маршрутов общероссийского и мирового значения. Здесь проходит федеральная автострада «Кавказ». А воздушные лайнеры компании авиалинии «Дагестан» через международный аэропорт Махачкалы соединяют республику не только со многими городами России, но и с государствами Европы, СНГ и Азии. Региональная линия Северокавказской железной дороги обеспечивает стабильные пассажирские и грузовые перевозки. Важнейшую роль в транспортном комплексе региона имеет Махачкалинский международный морской торговый порт. Это основной транспортный объект России на Каспийском море и ключевое звено на магистралях экспорта нефти и нефтепродуктов. Мощности порта позволяют обеспечивать ежегодную транспортировку до 7 миллионов тонн нефти и свыше 2 миллионов тонн минерально-строительных и иных грузов. Через Махачкалинский международный морской порт проходят грузопотоки из России и стран СНГ в Среднюю Азию и страны Персидского залива. Республика Дагестан – один из древнейших центров земледелия. Уникальный климат и плодородные почвы позволяют выращивать здесь самые разнообразные культуры – от злаков до бахчевых и картофеля. Республика занимает первое место в России по производству овощей. Особый статус в стране гор имеет, конечно же, виноградарство. Виноградники занимают здесь значительную часть сельхозплощадей. Местные вина по своим высоким вкусовым качествам, по оценкам профессиональных сомелье, могут конкурировать с лучшими винными брендами мира. А словосочетание «хороший коньяк» в России уже давно ассоциируется именно с дагестанскими коньяками. В Дагестане выпасается самое большое в России поголовье овец и коз. Их здесь не менее пяти миллионов. На пастбищах, которые занимают половину всей территории региона, в изобилии пасется крупный рогатый скот, буйволы и даже косули и моралы. По разнообразию растительно-климатических поясов Дагестан не имеет себе равных в России. От субтропического леса в ости реки Самур, пустынь и полупустынь на севере республики, до высокогорных тундр и ледников. Это обеспечивает прекрасные условия для развития приобретающих все большую популярность самых разнообразных видов туризма и отдыха – альпинизм, горнолыжный спорт, рафтинг. На территории республики расположено огромное количество памятников истории и культуры. Кроме того, широкие перспективы для развития экологического туризма представляют естественный природный комплекс. Это единственный в России лиановый лес, Сулакский каньон, красотой и величием не уступающий Гранд-каньон, каскады горных водопадов. Огромным рекреационным потенциалом обладают прикаспийские песчаные пляжи, которые протянулись с севера на юг более чем на 400 километров. Наличие минеральных источников и лечебных грязей, обилие и разнообразие прекрасных ландшафтов, климат, обширная песчаная пляжная полоса на побережье Каспия, теплое море и неповторимая самобытная культура – все это создает благоприятные условия для эффективности инвестиций в индустрию туризма, оздоровительного отдыха. Комфортные условия для развития экономики обеспечивает инновационное развитие региона, которому правительство республики уделяет особое внимание. Здесь создан комплекс научно-исследовательских и проектных организаций. Система образования Республики Дагестан включает в себя ряд государственных высших и профессиональных учебных заведений. 150 тысяч сегодняшних студентов, будущих специалистов для самых разных секторов экономики – это стратегический ресурс Республики. Важнейшим фактором экономического роста Республики Дагестан является внедрение ресурсно-инновационной модели развития, предусматривающей увеличение составляющей завершенного производственно-технологического цикла. Ориентированный на наиболее перспективные сферы региональной экономики, развитый научный потенциал и существующая схема подготовки профессиональных кадров являются важным фактором инвестиционной привлекательности Республики Дагестан. Для реализации масштабных социально-экономических планов подготовлены правовые и организационные условия, направленные на снижение инвестиционных рисков. Упрощена процедура предоставления земельных участков для реализации проектов. Оперативность и высокая эффективность ведения экономической деятельности в регионе обеспечивается поддержкой правительства на всех уровнях. Повышение уровня инвестиционной привлекательности рассматривается руководством Республики Дагестан как важнейшее направление государственной политики, призванное обеспечить стабильный экономический рост региона. Здесь сплелись воедино древность и устремленность в будущее. Красота уникальной природы и высокие технологии, новейшие методы менеджмента и кавказское гостеприимство. Дагестан. Страна сотрудничества. Страна успеха. Добро пожаловать в Республику Дагестан.